18 августа на полигоне ВМФ США, расположенного на острове Сан-Николас в Калифорнии, был проведен первый запуск ракеты, которая четко попадает под действие утратившего силу договора об РСМД, запрещавших разработку и производство ракет, способных поражать цели в диапазоне от 500 до 5,5 тысяч километров. Это следует из того, что американские военные сообщили о ходе испытаний. Ракета Тамагавк Блок-4 была запущена из наземной пусковой установки и, сделав круг более 500 километров, точно поразила цель, находящуюся недалеко от места старта. Договором об РСМД были запрещены две ракеты, в то время находившиеся на вооружении армии США – крылатая ракета BGM-109G «Грифон» и «Першинг-2». Пуск Тамагавка, который произошел сейчас, имеет два важных отличия от предшествующей модели одноклассницы «Грифон». Новая ракета способна перенацеливаться в ходе полета, переходить на траекторию ожидания, поражать подвижные цели и, благодаря своей системе самонаведения и бортовому компьютеру, совершать неожиданные для противника маневры при заходе на цель. Вторая и куда более важная особенность – пусковая установка. В данном случае это была стандартная ячейка вертикального старта VLS Mark 41, которыми оснащены морские и наземные платформы системы ИДЖИС. А это значит, что ракета совместима со стандартными пусковыми установками этой системы и может запускаться с любой платформы. Американские наблюдатели соотносят испытания этой ракеты с программой создания целого ряда миниатюрных ядерных боеголовок, которые не наносят привычных гигантских разрушений. Ожидается, что они создаются под целый ряд управляемых боеприпасов и в том числе для этих ракет. В общем, было понятно, что если Путин не воспримет всерьез предупреждение Вашингтона и не вернет РФ в рамки РСМД, демонтировав свои ракеты ССС-8, нарушающие условия договора, то Штаты, выйдя из него, очень быстро найдут, чем ответить на это, и они таки нашли. С учетом того, что базовая ракета «Томагавк» уже давно находится в серийном производстве, то ее модернизация до нужных параметров не представляет никакого труда. И вот уже прошли первые испытания ответа Вашингтона. Теперь Москва действительно становится перед ситуацией, когда высокотехнологичная промышленность США создает ракету-невидимку в том плане, что она теперь может находиться в любой соответствующей пусковой установке в любой точке мира.